Весьма поразителен тот факт, что до сих пор остаётся так много людей, которые испытывают неподдельное и тёплое чувство ностальгии, когда слышат эту музыку. И, как ни странно, я тоже среди этих людей. Хотим мы этого или нет, но серия фильмов о мальчике, который выжил, оставила ощутимый след в киноиндустрии, показав зрителям, как добрая сказка превращается во вполне себе суровое и тёмное фэнтези. Каково это расти вместе с главными героями фильмов, и да, разумеется, франшиза стала определённым поэтапным показателем развития технологий, а также некоторых способов визуального повествования в кино. Разумеется, на сегодняшний день об этих фильмах сказано так много, что об этом, пожалуй, можно написать отдельную книгу, и даже не одну. Но, несмотря на это, я хотел бы выделить, пожалуй, самую явную часть этих фильмов, то, на что мы сразу же смотрим, но в некоторых случаях даже не задумываемся о том, как и почему это работает. И да, я говорю о визуальном повествовании и об операторской работе в этих фильмах. На мой взгляд, в этой франшизе есть действительно интересные детали и решения в работе оператора, а также в визуальных решениях, которые в совокупности с остальными частями повествования давали вполне себе интересный результат. И это не топ приёмов или попытка качественно выделить один фильм на фоне другого. По сути, это просто список решений, которые мне кажутся наиболее интересными в этих фильмах. Но обо всём по порядку. И, кстати, привет. Вест здесь. Гарри Поттер и Философский камень Картина 2001 года режиссёра Криса Коламбуса – самый настоящий вызов. В частности, немаловажен тот факт, что это первый фильм в серии, а значит, перед киношниками стояла одна из самых важных задач – познакомить зрителя с новым магическим миром этого фильма. Поэтому так много внимания уделяется общим планам, которые сняты на широкоугольные объективы. Причём чаще всего такие сцены были сняты с использованием очень явной и выраженной перспективы, которая даёт ощутить всю глубину пространства и богатство окружения. По этой причине для многих зрителей первый фильм о Поттере так много значит, потому как чему-то новому, например, подобным открытиям, уделялось куда больше внимания. Главный герой открывал мир волшебников вместе со зрителем, поэтому такое акцентирование очень хорошо запоминалось и работало как следует. Также особое внимание было уделено общим планам с использованием спирали Фибоначчи или спиральной композиции. Это весьма интересный способ постановки кадра, который опять-таки очень подходит окружающему магическому миру и выделяет его на фоне нашего привычного. Что интересно, подобные кадры статичны и порой выделяют то, что важно в центральной части кадра, и также сняты на широкоугольный объектив. Статика в таких кадрах используется потому, что зрителю необходимо время. Чтобы понять, что именно перед ним и чем наполнена та или иная локация. Интересно это тем, что статика подобных кадров с радостью разрушалась в последующих фильмах. Особенно в узнике Аскобана, где камера практически всегда была в движении. В кадрах со спиральной композицией использовалось более приглушенное освещение, как контраст на фоне большого количества заполняющего и естественного в остальных локациях. Кстати говоря про освещение, первый фильм делал достаточно большую ставку на освещение, которое приближено к естественному, а также кадрам на улице. К тому же все части замка и всяческие важные локации не такие затемнённые, как в некоторых последующих фильмах франшизы. Ведь по большому счёту первая часть Поттера это ровная и в каком-то смысле мягкая история. Поэтому подобная мягкость подчёркивалась и освещением. И да, подобное касалось и портретных кадров. Что ещё интересно, так это работа с акцентированием на фонах. Например, эта сцена с фоном из башен для зрителей отлично акцентирует внимание на самом Гарри, а закрепляется это всё плавной камерой, которая останавливается на эмоциях героя. Или же примеры низкого и высокого ракурса камеры. Вообще вся идея взгляда с другой, порой субъективной точки зрения в этом фильме мне крайне по душе. Из-за обильного количества линейности и плавности такие ракурсы смотрятся особенно интересно. И вот вам ещё немного примеров отличного обрамления, симметрии и даже направляющие линии нашлись. Оператором фильма был Джон Силл, который известен сейчас по таким фильмам, как «Безумный Макс. Дорога ярости», «Принц Персии. Пески времени», «Идеальный шторм» и «Общество мёртвых поэтов». Все фильмы франшизы были сняты на 35-мм плёнку. Конкретно первый фильм был снят на плёнку от компании Кодак. А в съёмках использовались камеры от Panavision, такие как Panavision Panaflex Platinum, Millennium и Millennium XL. И добавлю ещё от себя. Лично мне первый фильм франшизы очень нравится, практически со всех сторон. Однако следующая картина мне нравится даже больше. Гарри Поттер и Тайная комната Второй фильм 2002 года знаменовал начало крайне странных событий. Не этих, а в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Всё тот же ламповый Крис Коламбуса за режиссёрским креслом, которому теперь не было нужды сильно вводить зрителя в окружающий мир вокруг. Хотя, опять-таки, открытия тоже были. Поэтому второй фильм сильнее сосредотачивался на продвижении истории, а также на том, что было до событий, описанных в фильме. И чтобы подчеркнуть странность тех или иных событий, использовался голландский угол. Подобное построение кадра крайне умело подчеркивать странность и напряжённость действия, а также определённого рода препятствия перед героем. Что мне ещё понравилось, так это обилие локаций, в которых имеется множество деталей в окружении. Да, по сути, это всё те же широкие углы съёмки, и про спиральную композицию второй фильм также не забывает, ведь подобные сцены тут снова имеются. Но само количество деталей, линии интерьера и то, как подобное окружение подсвечено, весьма поражает. Что интересно, обычно такие кадры сняты с композиционным смещением. В частности, вот такие средние планы с персонажами. А выделение героя при помощи зонально подсвеченного фона работало в качестве акцентирования. Также второй фильм содержал в себе сцены с весьма интересным расположением актёров в кадре. Например, вот эта сцена, когда герои готовят оборотное зелье, имеет при себе как явную перспективу и плановость, так и сами актёры с учётом окружения умело расставлены в пределах небольшого участка помещения. И подобных решений тут предостаточно. Особенно это касается тех сцен, где персонажей в кадре очень много. Плановость и перспектива – это очень действенное решение, когда речь идёт о расположении такого большого количества героев в пределах кадра. Разумеется, это также очень хорошо работало и в последующих фильмах франшизы. Что ещё интересно, почти все эти сцены по композиции просто доверху наполнены равновесием. Как очевидным при помощи окружения, так и опять-таки при помощи правильного расположения актёра в кадре. И да, порой это и вовсе синтез всего вышеперечисленного, как вот здесь эта уравновешенная спираль Фибоначчи плюс направляющие линии со смещением в кадре. Причём, мне кажется, кадр ещё и слегка наклонён, как голландский угол. Плавное движение камеры тоже никуда не девалось, и камера всё так же ведёт зрителя. А пролёты сквозь объекты теперь выглядят ещё красивее. Оператором фильма был Роджер Прэтт, который известен сейчас по таким фильмам, как «Карате пацан», «Гарри Поттер и кубок огня», «Трое», «Шоколад» и «12 обезьян». Фильм был снят на плёнку от компании Кодак, а в съёмках использовались камеры Panaflex. Мне особенно нравится вторая часть франшизы именно в расширенной версии, потому как она выглядит более собранной и плавной. Однако, как мне кажется, по плавности она уж точно не сравнится с третьим фильмом. Гарри Поттер и узник Аскабана Картина 2003 года от Альфонсо Куарона – самое настоящее открытие. И эта картина по праву до сих пор многими зрителями считается лучшей во всей франшизе. Про вклад самого режиссёра можно говорить тоже долго, ведь, по сути, Куарон первый, кто привнёс мрачность повествования и атмосферу фильма. Но при этом визуальная мягкость осталась на месте. Более того, по движению камеры это в итоге самый мягкий и ведущий зрителя сквозь историю фильм. Тут дело вот в чём. Основным лейтмотивом фильма стало течение времени. И если сценарно это было реализовано вполне себе понятными и тривиальными способами, вроде «Маховика времени», то в плане визуального сторителлинга здесь на самом деле всё просто прекрасно. Камера в этом фильме очень мягкая, и я бы даже сказал текучая. Под стать лейтмотиву всего фильма она старается быть постоянно мобильной и ненавязчивой. Причём в некоторых сценах почти полностью исключено присутствие оператора, дабы сделать следование за героями через локацию ещё плавнее. Более того, именно с подобного визуального решения и начинается сам фильм. А дальнейшие многочисленные пролёты сквозь объекты так и вовсе возводятся до какого-то нового уровня. Потому как камера постоянно меняет вектор движения, при этом неожиданно для зрителя открывая новую локацию. Обратите внимание на движение камеры в этой сцене. Комната, в которой находится Гарри, всё это время находилась в невидимой части экрана. Но чтобы сначала дать зрителю понять, где мы находимся, кадры начинаются с улицы, и лишь после этого мы попадаем в комнату героя. Или это сцена с зеркалом, которая является своеобразной восьмёркой по траектории движения, при этом описывая всё помещение и подчёркивая принадлежность тамошнего мира к магии. И да, что самое важное, такое плавное движение камеры подчёркивает основной лейтмотив фильма. Время. Порой это делалось и более очевидным способом, делая пролёты через часы, снова и снова. Подобное движение камеры использовалось ещё и для введения новых персонажей. Постепенное движение камеры равнялось постепенному знакомству зрителя с героем. Дуальность. Это отлично работает, потому как это так просто и понятно, что не восхищаться этим снова и снова просто невозможно. Дуальность также выражена и в плановости, как вот здесь, и содержит в себе одновременную эмоциональную реакцию с двух сторон. Фильм всегда даёт тебе, как зрителю, очень явное понимание происходящего на экране. И, безусловно, работа оператора в совокупности с режиссурой погружает целиком и полностью. Спиралей стало не так много, зато появилось очень много интересного композиционного смещения, в совокупности с направляющими линиями и линиями интерьера. А также много приятного равновесия и обрамления в кадре. Безусловно, всё это очень красиво. Оператором фильма стал Майкл Серезин, который сейчас известен по таким фильмам, как «Восстание планеты обезьян. Революция», «Шаг вперёд», одно из новелл «Париж, я люблю тебя» и «Жизнь Дэвида Гейла». Картина на этот раз снова была снята на плёнку от компании Кодак, а также это первый фильм франшизы, который позже распространялся на 70-мм копиях плёнки в IMAX формате. И после релиза «Узника» с Кабана все последующие фильмы также распространялись на IMAX копиях плёнки. А сама картина была снята на камеры производства Ари, такие как AriCam LT и AriFlex 435 Advanced. Надо ли вообще говорить, что «Узника» с Кабана мой любимый фильм среди всех фильмов франшизы? Но, увы, Куарон в итоге не снимал четвёртую часть, которая впоследствии во многом не оправдала ожидания как зрителей, так и лично моих. Однако, так или иначе, этот фильм привносит кое-что очень важное в серию. Гарри Поттер и Кубок Огня Картина 2005 года от режиссёра Майка Ньюэлла стала неким переходным возрастом во франшизе. Это касалось буквально всего, начиная от торопливого сюжета и заканчивая не совсем понятным желанием киношников сделать фильм странным. Он вроде бы был тёмным и серьёзным, и одновременно содержал в себе вот такие вот сцены. И, конечно же, эта странность касалась как визуальных решений, так и самой камеры. Не оспорим тот факт, что радостного в фильме стало в разы меньше, особенно учитывая то, что четвёртая часть – это первый фильм, где показана серьёзная смерть одного из героев. Поэтому в фильме практически напрочь отсутствовали какие-либо цвета, кроме индустриально-тёмной синевы, а акцент был сделан на цветовой контраст и выделение светом. И, по большому счёту, начало фильма, где Гарри с друзьями – это одно из немногих мест, где используется тёплый световой рисунок, как бы ведя зрителя к тому, что времена становятся всё темнее, и Гарри необходимо держаться рядом с друзьями. В целом, это довольно интересный способ визуально отделить остальной холодной и враждебной мир от того, с кем Гарри действительно в безопасности. К слову, это первый фильм франшизы, который начинает весьма очевидно использовать ручную камеру, и в качестве субъективной тоже, как, например, вот в этой сцене со стариком в начале фильма. Или как вот здесь с порталом. Камера как будто бы заранее готовит зрителя к некоторой повышенной интенсивности фильма. С одной стороны, это вполне себе оправданное желание добавить динамики – фильм о турнире волшебников. С другой, это в итоге не везде работает, потому как почти во всех сценах у камеры имеются вот эти микротряски. После очень плавных трёх фильмов подобное решение нельзя назвать плохим, однако оно не везде работает, потому как это очень мешает сфокусироваться на визуальной части. И да, это также связано ещё с тем, что всё-таки большая часть фильма посвящена действию, а именно турниру, где опять-таки было много подвижной камеры, что в итоге оставило очень мало акцентов на художественные элементы. Но даже там, где имеется статика и есть некий акцент на окружении, выделить что-то интересное и работающее весьма трудно. И это странно, потому как оператор здесь Роджер Претт, который до этого снимал вторую часть Гарри Поттера. Что приводит нас к тому, что насколько всё-таки важна работа режиссёра на площадке, который так или иначе направляет оператора. В итоге привычная после трёх фильмов франшизы плавность камеры осталась лишь на общих пейзажных планах, а композиционные решения вроде центрирования, спирали и смещения так и вовсе радует глаз всё реже. И это даже несмотря на конкретную цель главного героя выиграть турнир и разобраться в происходящем. А ведь чаще всего именно центрирование и равновесие в кадре подчёркивает конкретные намерения и цели героев. Картина была вновь снята на плёнку от Кодак, а в съёмках снова использовались камеры от Арии, такие как Ари Кам ЛТ, Ари Кам СТ и Ари Флекс 435. И тем не менее мне нравится четвёртая часть, хоть и куда меньше как её предшественников, так и тех фильмов, что идут дальше. Но, как ни странно, пятая часть франшизы в плане визуальных решений снова делает всё правильно. И, кстати говоря, местами даже более чем. Гарри Поттер и Орден Феникса Картина 2007 года от режиссёра Дэвида Йетса, который впоследствии снимал и остальные фильмы серии вплоть до восьмой части, как ни странно вернулась в определённом смысле к истокам. И сейчас я имею в виду, разумеется, визуальную часть и работу с камерой. Первое, что фильм вернул, это обилие красок, что позволило куда сильнее разнообразить работу с фонами и объектами в кадре, что, кстати говоря, работало как надо практически везде. И очень хорошо, что вернули краски, потому как в фильме снова появился элемент открытия магического мира. И для того, чтобы зритель тоже смог сделать для себя это открытие, в очередной раз используется широкий угол съёмки и перспектива. Вернулось и очень явное центрирование, а также смещение с явным использованием интерьера в кадре. Подобные помещения в панфокусе с явным акцентом на важные детали в кадре при помощи композиции как нельзя кстати. А особенно интересны сцены в штабе Уордена Феникса, показывая необычность окружающего интерьера, при этом помещая важный объект в дальнюю часть кадра. В частности, самого Гарри, который оказывается в этом месте впервые. Композиционно кадры с интерьером почти всегда несколько смещены, визуально отделяя объекты в кадре от окружения. Что отдельно стоит отметить, так это появление в фильме конкретного врага и возрастающее ощущение одиночества самого Гарри. И поэтому такие смещения в кадре и широкоугольная оптика в подобных сценах очень явно передают эту идею. А сами планы стали несколько длиннее, удерживая кадры ещё чуть-чуть дольше обычного. Использование общих планов и широкоугольной оптики, разумеется, означает обильное использование плановости и проработки фонов, с чем, кстати, как мне кажется, пятая часть справляется отлично. И да, опять-таки, подобные сцены весьма плавные, или вовсе статичные. Что интересно, так это очередное и очень явное использование ручной камеры. И пятая часть, так же как и её предшественница, не стесняется использования подобного типа камеры, ведь здесь она используется именно там, где необходимо. Действия в фильме не так много, однако все подобные сцены были поставлены весьма изобретательно. Ну и вот вам ещё немного отличного равновесия в кадре, направляющих линий, плановость плюс перспектива, и немного обрамления. Оператором фильма стал Славомир Идзиак, известный сейчас по таким фильмам, как Король Артур, Черный Ястреб и Гаттака. А во время съёмок были использованы камеры Ари Флекс и Ари Кам. Как мне кажется, несмотря на некоторое возвращение к истокам, пятый фильм также внёс и некоторое количество реализма, что, по моему мнению, стилистически только пошло на пользу. Однако шестая часть идёт ещё дальше, глубже, и, на мой взгляд, от этого действия становится только в разы интереснее. Гарри Поттер и Принц Полукровка Картина 2009 года, признаться, меня в своё время не сильно впечатлила, и лишь с повторным пересмотром я наконец-таки осознал, в чём прелесть этого фильма. Возможно, вы удивитесь, однако визуальное повествование в шестой части франшизы одно из самых интересных и, в некотором смысле, недооценённых. Дело в том, что связь сюжетной фабулы и визуальной части здесь по силе очень похожа с Узника Маскабана, потому как шестой фильм ставит перед главными персонажами новую прямую цель – уничтожение крест-тражей Тёмного Лорда. Из-за этого фильм просто доверху наполнен равновесием и центрированием. Этим приёмом очень явно подчёркиваются намерения героев, в частности, Дамблдора и самого Гарри. Вдобавок ко всему прочему, такое построение кадра очень подходит более тёмной и осязаемой атмосфере фильма. Но что ещё интереснее, так это сюжетная часть с профессором Слизнердом, которая весьма запутана и до определённого момента и вовсе непонятна. Это сюжетная образная паутина, также выраженная в таких вот кадрах, которые либо выставлены с наклоном, или с ощутимым смещением. А также содержат в себя огромное количество геометрии и различных переплетений разнообразных форм интерьера, как раз-таки под стать сюжетным переплетением в самой истории. Эти две части повествования дуальны и постоянно дополняют друг друга на протяжении всего фильма. Именно поэтому, мне кажется, что шестой фильм франшизы очень умело использует киноязык и даёт нечто большее, чем историю вербовки важного профессора в Хогвартс, в совокупности с весьма важным началом квеста по уничтожению крестражей. Камера по движению весьма спокойна в этом фильме, более того, в некоторых сценах и вовсе преобладает статика. Это спокойствие перебралось даже в сцены экшена, где камера так или иначе сохраняет понятность и частоту происходящего на экране. Даже в сценах с ручной камерой, которая очень явно поотряски, но в итоге чувство дисбаланса не вызывало, так как опять-таки подобная камера использовалась редко и только там, где необходима. Что ещё стоит отметить, так это появление осмысленного движения камеры. Ведь фильм содержит в себе ещё одну параллельную сюжетную линию с Малфоем, постоянно скрывая его намерения от зрителя до определённого нужного момента. Это сокрытие, выраженное в движении камеры, как вот в этой сцене, которая берёт своё начало с Луны и Гарри, и через некоторое время камера продолжает медленно двигаться, при этом не показывая Малфоя до тех пор, пока он снова не понадобится в сюжете. А ещё здесь есть эти потрясающие пролёты и панорамы в открывающей сцене фильма. В отличие от мягких пролётов в Узнике Аскабана, пролёты в Принце Полукровки весьма интенсивны и, надо сказать, смотрятся впечатляюще. А вот спирали почти и вовсе исчезли, поэтому есть только вот этот кадр, который больше смахивает на центрирование, а привычные пролёты сквозь стекло есть только вот здесь. Однако неизменным осталось гнетущее освещение, которое превращает вот такие вот места в очень осязаемые и атмосферные. Зональное мягкое освещение и затемнение большей части окружения, а также преобладающее использование широкоугольной оптики на протяжении всей картины, сделало Принце Полукровку действительно очень повествовательным, последовательным и во многих отношениях правильно поданным фильмом, которое очень отчётливо передаёт прогрессирующее одиночество главного героя, а также серьёзность тех решений, которые ещё ему предстоит принять. Оператором фильма стал Брюно Дель Боннель, известный сейчас по таким фильмам, как «Дом странных детей Мисс Перегрин», «Большие глаза», «Внутри Льюина Дэвиса» и «Амели». На деле я рад, что в определённый момент я поменял своё отношение к шестому фильму франшизы, и, конечно же, это касается и последующих двух картин, которые в итоге стали не менее важны. Гарри Поттер и Дары Смерти Часть первая и часть вторая По сути, картины 2010 и 2011 года являются одним цельным фильмом, который просто поделён на две части. И надо сказать, что темп повествования и наполнение фильмов в некоторых местах разительно отличается. Первое, что сразу же бросается в глаза, так это огромные ландшафтные планы, снятые на широкоугольные объективы. Причём, заметьте, сколько места в таких кадрах занимают сами герои. Порой это и вовсе ничтожно малое пространство. Это напрямую связано с тем, что главные герои сейчас находятся в поиске, и они одиноки. Весь мир против них, и полагаться они могут лишь только на себя. Поэтому перед ними огромный пустынный мир, на фоне которого самих героев практически не видно. И чем дальше герои углубляются в свои поиски, тем меньше пространства в кадре они занимают. Сама камера также практически не двигается в таких сценах, что подкрепляет это визуальное решение. Особенно одиноким выглядит и сам Гарри, на плечи которого упало тяжёлое бремя. И чтобы подчеркнуть эту отречённость и некую беззащитность, снова используется широкоугольная оптика, которая только подчёркивает это давление огромного окружающего мира. Даже сцены в пределах комнаты отчётливо дают ощутить эту мысль. Но как только Гарри видит своих друзей, смена планов на более крупные работает не только как сближение главного героя с остальными персонажами, но и сам зритель чувствует себя ближе к тем, кто не безразличен Гарри. Статичные сцены одиночества хорошо работают на контрасте со сценами немногочисленного экшена, которые преобладающим образом сняты уже привычной трясущейся камерой. И, надо сказать, опять-таки на удивление это не выглядит раздражающе. Наоборот, это вносит необходимый элемент тревоги и даже некоторого реализма в происходящее. К слову, именно реализмом старались наделить последние фильмы о Поттере, поэтому решение использовать ручную камеру мне кажется оправданным. Кстати говоря, в первом фильме есть еще отличные примеры разных уровней пространства в кадре, при помощи плановости как на близких ракурсах, так и на общих. Первый фильм так и вовсе использует ручную камеру по полной, давая действию еще больше накал и интенсивность. Но что мне особенно показалось интересным, так это использование именно плавной камеры, которая, к моей радости, все-таки тут есть. Даже несмотря на то, что вторая часть Даров Смерти – это, по сути, главная экшеновая часть франшизы, основная битва за Хогвартс снята весьма плавно. Есть много следований, панорам и даже пролеты сквозь прозрачности, как ранее. И что важно во всем этом, камера все так же ведет зрителя. Да, акценты все так же на главных героях, но чтобы как можно быстрее показать важность происходящего снаружи, а также персонажей, которые участвуют в битве, камера делала вот эти пролеты, постоянно останавливаясь на важных местах. Направленное движение также появилось и вот в таких местах, где акцентировалось позже внимание на деталях. Или на важности динамики диалога при помощи параллакса. Такое движение камеры приковывает внимание, а так как здесь важна реакция и действие всех трех персонажей в кадре, то взят более общий план, чем обычно. Что касается статики, то обычно она хорошо работает в сценах с диалогами, где почти везде использовался панфокус и широкоугольная оптика. Общие планы содержат в себе много деталей, поэтому камера обычно в таких местах статична и сосредотачивается как на диалоге, так и на детализации окружения, которое, кстати говоря, мне крайне по душе. Разумеется, не обошлось и без направляющих линий, с обильным использованием перспективы в кадре. Несколько уровней пространства в кадре это всегда интересно, особенно учитывая богатое визуальное окружение. Но в качестве контраста богатому визуалу есть и вот такие темные кадры, которые содержат в себе как статику, так и движение камеры. Света теперь в фильме стало совсем немного, при этом делая ночь темной, как ей и подобает, а дни серыми и невзрачные под стать темным временам. При этом обычно дневное освещение ровное и без жёстких теней, а сами цвета очень размерены, поэтому контраст, как вот здесь, работает просто отлично. Мне очень по душе последние фильмы о Поттере, и использование визуальных решений тоже. Это своего рода более собранное, зрелое и сформировавшееся творение, особенно если учитывать то, какие перед нами персонажи, какие цели они преследуют и какие решения они принимают. Кино, как мне кажется, весьма читаемо и, надо сказать, умело ведёт зрителя по истории, при этом давая насыщенное действие, а также останавливаясь там, где необходимо. Это особенно заметно в последней сцене битвы Гарри и Волан-де-Морта. Здесь всё также используются дальние планы для того, чтобы визуально выделить то, что главный герой всё ещё не достиг победы, даже несмотря на проделанный путь. Но как только уничтожается последний крестраж, а именно Навилл убивает Нагайну, план с дальнего резко меняется на крупный. Визуально приближая Гарри и, разумеется, самого зрителя к желанной победе, опять-таки акцентируя внимание на эмоциях героя. Это же работает и с Волан-де-Мортом, который как раз-таки терпит поражение. А так как в этой сцене очень важны эмоции, камера ещё на какое-то время останавливается на гибели Волан-де-Морта, после чего, уходя от крупного плана, обратно на общий, при этом завершая как и саму сцену, так и весь главный сюжет. Оператором обеих частей Даров Смерти был Эдуарду Серра, который известен сейчас по таким фильмам, как Кровавый Алмаз, Неувезвимый и Куда Приводят Мечты. И, пожалуй, я повторюсь, мне нравится эта франшиза. И, разумеется, не только за используемые визуальные решения в этих фильмах, а также за прекрасную музыку, богатый и во многом ни на что не похожий мир, и, конечно же, за всех этих запоминающихся героев. Я рос на этих фильмах, как и многие другие, так что да, порой мне очень нравится возвращаться к этим лентам, которые во многих отношениях не идеальны, но все-таки очень важные и по-своему прекрасные. Что ж, спасибо за просмотр этого небольшого всплеска ностальгии. Надеюсь, вам понравилось это видео. Отдельное спасибо я хочу выразить группе Принц Крин и ее создателю, ведь без этой группы этот выпуск был бы совсем другим. Ссылку на группу я оставлю в описании. И, разумеется, я буду очень рад вашим лайкам и мнению в комментариях. Быть может, вам нравится что-то особенное в визуальных решениях этого фильма, и именно о том, о чем я не упомянул. А еще я буду рад, если вы поделитесь этим видео с друзьями и знакомыми, а также подпишитесь на мою группу ВКонтакте. А если вы хотите поддержать развитие канала, то все необходимую информацию вы найдете в описании к этому видео. С вами был Вест, и до скорого! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok